Добрый день, уважаемые участники марафона. Я врач-диетолог, клинический ординатор Плачев Сергей Сергеевич. И сегодня тема моего доклада – циркадные ритмы и микробиом. Что же такое в общем циркадные ритмы? Это циклические изменения биологических процессов организма, зависящие от времени суток. Ключевыми звеньями данной системы являются так называемые синхронизаторы водителей ритма, которые поддерживают ту самую связь между организмом человека и тем, что происходит вне его. Как же происходит регуляция тех самых циркадных ритмов? При дневном свете, когда он попадает на гонглиозные клетки, так называемые мелапсины, которые находятся на сетчатке, далее по ретиногипоталамическому тракту передается сигнал в супрахиазматические ядра, уже оттуда сигнал передается в эпифис и в различные периферические органы, тем самым регулируя биоритмы. Главными медиаторами циркадных ритмов являются серотонин и мелатонин. Серотонин вырабатывается у нас в дневное время суток эпифизом при попадании солнечного света на сетчатку глаза. Также в процессе выработки серотонин, накапливаясь в организме, является в дальнейшем субстратом для производства мелатонина в ночное время суток. Поэтому чем больше серотонина в течение дня, тем более сильнее вырабатывается мелатонин в вечернее время и тем проще будет уснуть человеку. Триптофан и серотонин. Главным субстратом для производства, для выработки серотонина является трептофан. Это незаменимая аминокислота. Единственный способ ее пополнения в организме являются правильно подобные продукты питания или пищевые добавки. Суточная норма потребления трептофана это от 1 до 2 грамм в сутки. Также трептофан необходим нам для синтеза витамина В3. Этот витамин помогает поддерживать оптимальный уровень липидов крови, участвует в преобразовании углеводов в энергии и помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы кожи, волос и глаз. Какие же продукты богаты тем самым трептофаном? Конечно же это различные орехи, арахис, миндаль, кишу, кедровый орех, фисташки, молочные продукты, сыр голландский, творог, молоко, различные фрукты, это финики, бананы, крупы, горох, фасоль, пшено, гречка и конечно же морепродукты, кальмар, сельдь и лосось. Какие могут быть последствия нарушения работы циркадных ритмов? В первую очередь это конечно же снижение иммунной защиты организма, это различные сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения, приводящие к ожирению и сахарный диабет. В 2014 году было произведено исследование Ратштильт, где было исследовано, какое часовое окно кормления световой окно более благоприятным будет сказываться на метаболических процессах в организме. Было выделено 3 окна, это 4-часовое окно, 7-8-часовое окно и от 10 до 12-часовое окно. И как можно увидеть, что самое благоприятное часовое окно для питания являлось от 10 до 12 часов, так как при данном типе питания снижался вес. По биохимическому анализу крови мы можем наблюдать снижение либо протеидов низкой плотности, 3 глицеридов и общего холестерина. Также по биохимическому анализу можно увидеть улучшение, это повышение липопротеидов и сокой плотности, так называемый хороший холестерин и повышалась чувствительность к инсулину. Как же связан наш мозг и кишечник? Связь происходит при помощи так называемой оси кишечник-мозг. Основными медиаторами являются биогены амины. Здесь показаны две группы. Первая группа – это те медиаторы, с помощью которых влияет мозг на кишечник. Вторая группа – те медиаторы, с помощью которых кишечник влияет на мозг. Как же мозг влияет на кишечник? При помощи серотонина, мелатонина, ацетилхолина. Кишечник и микробиота влияют на мозг при помощи визоактивного кишечного пептида, гамма-аминомасляной кислоты, катахоламинов и гистамина. Результат влияния мозга на кишечник может выражаться в виде снижения или повышения массы тела, различное влияние на баланс микробиоты, доставки нутриентов и влияние на перистатику. Кишечник при помощи медиаторов может влиять на нейротрансмиссторы, стресс и тревогу, настроение и поведение. Если говорить о микробиоме толстой кишки, где он располагается в большей своей части, то бактерий в желудочно-кишечном тракте в 10 раз больше, чем всех клеток в организме. Функции микробиома – это пищеварительное, окончательное формирование каловых масс, синтетическая функция, синтез различных витаминов, нейромедиаторов. Защитная и очистительная функция заключается в скоплении лимфоидной ткани в желудочно-кишечном тракте, которое образует местный иммунитет кишечника. Какие же представители есть микробиома? Это непатогенные микроорганизмы, условно-патогенные микроорганизмы и патогенные микроорганизмы. Условно-патогенные микроорганизмы в зависимости от условий могут перейти на сторону как непатогенных микроорганизмов, так и патогенных микроорганизмов. Основным представителем непатогенных микроорганизмов являются кишечная палочка, пифидобактерии и стафилококкопидермис. Патогенные – стрептококки, микобактерии туберкулеза и клостридии. Условно-патогенные – клепсиела, протеи и энтеробактерии. Как же влияет интервальное питание на наш микробиом? В 2014 году было проведено исследование на мышах. У мышей цикл питания чуть-чуть другой, нежели у людей. Они питаются в основном в ночной период времени. И был специально нарушен их циркадный ритм, и мышей кормили днем. И как можно заметить, при нарушении циркадного ритма, те мыши, которые питались в дневное время, в микробиоме, в составе микробиома было преобладание семейства фермикутов. Это то семейство микроорганизмов, которые способствуют нарушению гомеостаза глюкозы и приводя к различным патологиям различных систем и орган. В частности, также преобладание данного семейства может привести к ожирению. Те мыши, которые питались нормально, по циркадным ритмам, то бишь в ночное время, было нормальное соотношение фермикутов и бактериодиитов. Как же можно улучшить состав микробиоты? Одним из ключевых функций здорового микробиома, это, конечно же, предотвращение клонизации болезнетворных микроорганизмов за счет барьерного эффекта. Данный барьерный эффект улучшается при помощи пробиотиков. Они временно колонизируют кишечник и усиливают естественный кишечный барьер. Представители данных пробиотиков являются лактобактерии, лактококи, лактобацилы и бифидобактерии. Продукты, в которых они содержатся, это различная молочная продукция, био-йогурты, кефиры и продукты закваски, капуста, огурцы и различные соления. Какие же микроорганизмы вдобавок дополнительно могут вырабатывать серотонин? Это лактобактерии булгарис, стрептококи, энтерококи и шерихи коли. И некоторым еще из них присуща функция синтеза биологически активных фаминов. Это терамин и бетафенилтиламин, которые схожи по своим эффектам с серотонином. Тем самым наличие данных микроорганизмов в составе микробиоты повышает выработку серотонина и тем самым увеличивая в дальнейшем субстрат для образования мелатонина в вечернее время суток. Как же еще можно улучшить качество находящегося в желудочно-кишечном тракте микробиома? Ключевым звеном формирования микробиома являются пищевые волокна. Они не подвергаются процессам пищеварения в тонком кишечнике и несут себе всю фиологическую ценность как для бактерий, так и для организма в целом. Какие же продукты питания содержат ту самую клетчатку? Это льняное семя, псиллиум, получаемый из поддорожника, лигнины, это отруби, овсяные волокна и целлюлоза. Главным и основными принципами для улучшения состава микробиота показаны в средиземноморской диете. Как видите, в основании этой пирамиды показаны цельнозерновые крупы и злаковые, овощи и фрукты, бобовые, орехи. Минимально при данной диете надо потреблять различные полуфабрикаты, сладости и красное мясо. По питьевому режиму стараемся употреблять в течение дня от 1,5 до 2 литров воды. По алкоголю разрешается, допускается от 1 до 2 бокалов красного сухого вина. Существует также циркадная диета. Основные принципы представлены на слайде. Завтрак нужно начинать в первые 2 часа от пробуждения с преобладанием продуктов белкового происхождения. Завтрак и обед стараемся делать более плотным, чтобы у организма была энергия в течение дня. В качестве перекуса используем молочные продукты, различные фрукты и овощи и орехи. Обед стараемся разнообразить продуктами, содержащие сложные углеводы, цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, клетчатку и полезные жиры. На ужин оставляем белковый компонент и овощи. Также осуществлять прием ужина следует до 2-3 часа до сна. На слайде также представлен примерное меню, основанное на принципах циркадной диеты. Как видим, на завтрак у нас присутствует белковый компонент плюс сложные углеводы. На перекус это фрукт и белковый компонент. Обед состоит из белкового компонента, клетчатки и углеводов. На ужин, как было ранее сказано, оставляем белковый компонент и клетчатку. И в завершение хотелось сказать, что сон является немаловажным аспектом, который может повлиять, как и на аппетит. Стараться ложиться в одно и то же время и просыпаться, так как постоянство в цикле сна и бодрствени поможет не только наладить пищеварение, а с ним и вес, но и лишить множества вопросов, касающихся вашего здоровья. Главное помнить, что внимание к организму сейчас поможет избежать дальнейших проблем с организмом. Спасибо за внимание.